Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Сегодняшнее видео я хотела посвятить 5 легким продуктам компании Гильтек, которые очень хорошо подходят для летнего ухода. И первым таким средством я хочу назвать омолаживающий концентрат 5 пептидов. Омолаживающий концентрат 5 пептидов это квинтэссенция пептидов с разнонаправленным действием. То есть здесь есть 2-миорелаксант или уфасиларгельвин, здесь есть ремоделирующий пептид релистаз, есть здесь пептид матриксилморфомикс, которые укрепляют кожу, стимулируя выработку коллагена эластина и не давая коллагеназии его разрушать. Здесь есть 3-пептид меди, который вообще очень комплексным действием таким обладает. Он работает с одной стороны как пептид, стимулирующий, тоже участвует в укреплении кожи. И в то же время работает как фактор роста, аналог фактора роста, если можно так сказать, и стимулирует обновление эпидермиса без повреждения кожи. Соответственно, плюс еще обладает антиоксидантными действиями. Соответственно, этот препарат будет, наверное, препаратом выбрал, то есть легкой сывороткой для категории 35+, даже 40+, и старше. И его можно наносить в любое время суток, можно только им пользоваться утром и вечером под крем, утром под солнцезащиту, вечером под ночной крем, если он нужен по типу кожи. Можно его комбинировать с другими средствами, например, утром у вас будет другой препарат, о котором я чуть позже скажу, а вечером, например, будет 5 пептидов. Потому что с точки зрения хронобиологии, все-таки считается, что утром мы кожу должны защищать, стимулировать состоятельность гидропидного барьера, то есть восстанавливать кожу. А вечером мы должны использовать что-то стимулирующее, то, что будет, так сказать, восполнять те повреждения, которые за день наша кожа получила. И вторым средством, которое я хочу упомянуть, это антиоксидантная сыворотка Сиенаджи. Она тоже очень нужна летом, потому что антиоксиданты помогают нашей коже повышать собственную, то есть внутреннюю устойчивость к ультрафиолетовым лучам, к повреждению солнцем. Мы можем защищать кожу средствами с СПФ, но сама она тоже начинает лучше защищаться, если мы используем антиоксиданты в косметике. Здесь целый комплекс этих антиоксидантов, здесь витамин С, как хедлайнер состава, 5% концентрации, и он здесь в двух видах, липосомальный и свободный, аскорбилглюкозит и липосомированный, инкарсулированный аскорбилпульметат. Здесь в составе есть ресвератрол, здесь есть ниацинамид, здесь есть липосомальный дегидроперцитин, здесь есть фируловая кислота и витамин Е. Поэтому здесь, собственно, антиоксидантов квинтэссенция, можно сказать, всех, которые только можно вообразить. И что делает эта сыворотка? Она, естественно, защищает кожу от агрессии внешней среды, от ультрафиолета, увлажняет. Антиоксиданты предотвращают реакции перекисного окисления липидов, то есть предотвращают появление признаков фотостарения, мелких морщин, вряблости кожи, пигментации. Эту сыворотку можно использовать и утром, потому что витамин С здесь находится в стабильных формах, а не в кислой. А также можно использовать вечером, как вам удобно. Её можно использовать под крем, под средства для макияжа, под тональные основы и под любые кремовые текстуры, эмульсии. Комбинировать, опять-таки, можно и с 5 пептидами, и с другими средствами. К лёгким средствам, которые хороши будут летом, я бы отнесла ещё сыворотку пробиоскин, потому что сыворотка с про- и пребиотиками, с лизатами бактерий, с альфа-глюканом, с инулином, она снижает чувствительность кожи, она хорошо восстанавливает гидропидный барьер, а он всё-таки у нас страдает от агрессии и ультрафиолета, и полютантов. Пробиоскин очень хорошо использовать тем людям, которые переболели, допустим, использовали антибиотики или вынуждены были использовать какие-то иммуносупрессанты, глюкортикоидные мази на лице, будет восстанавливаться нормальным микрофлором. Использовать его можно, опять-таки, тоже и утром, и вечером, как вам удобно, под крем, под солнцезащитные средства, под декоративную косметику. Это лёгкая гелевая текстура, наносится в очень небольшом количестве, очень экономично. Четвёртое средство, о котором я упомянула, это наш бестселлер, это сыворотка интенсив омоложения с двумя видами гиалуроновой кислоты, то есть с ультрамолекулярной и высокомолекулярной, а также с бета-глюканом, который является иммуномодулятором и перебиотиком, и с фиткультурой яблокомальс-доместика, который считается стимулирующим активом и часто используется не только нами в антиэйдж-косметике. Интенсив омоложения моментально убирает обезвоженность, плюс имеет накопительный эффект, то есть восполняет гидрорезерв кожи, и таким образом мы можем её использовать опять-таки в любое время суток, можем эту сыворотку наносить, допустим, утром, а вечером 5 пептидов. Если кожа обезвоженная, естественно, есть показания для использования ультрамолекулярной гиалуроновой кислоты, также она прекрасно ложится под любую кремовую текстуру, тональную, увлажняющую и так далее, солнцезащитные средства. И пятым вариантом лёгкого средства на лето я назову матирующий флюид, то есть такой как бы шаг в сторону обладателей жирной комбинированной кожи, которые вследствие жары зачастую очень сильно страдают от того, что кожа помимо того, что потеет, ещё сильнее жирнится. Матирующий флюид содержит микроспонжики, которые дают в моменте мотирования на несколько часов, он содержит помимо таких моментально действующих ингредиентов, он содержит ещё и компоненты, которые обладают накопительным эффектом и снижают активность сальных желёз. Это не ацинамид, это экстракт, гомомелис, фукус, солодка и так далее, экстракт карликовой пальмы, цириноя, который блокирует петальфа-редуктазу и опять-таки является себорегулирующим активом, достаточно известным с доказанной эффективностью. Здесь есть кофеин в составе, то есть это как бы средство два в одном, и оно имеет лёгкую кремовую текстуру, и его можно использовать в дневное время. Ну и не забывать, конечно, летом про солнцезащитные средства, такие как мультипротектор и праймер с P30 прозрачной текстурой. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и до новых встреч!